Помогите, пожалуйста. Помогите, батюшка. Здравствуйте! В прямом эфире на телеканале Спас. Вы смотрите программу «Прямая линия. Ответ священника» и я ее ведущая Александра Михайловская. Сегодня Иерей Андрей Лысевич в студии будет отвечать на ваши вопросы. Батюшка, здравствуйте! Рада вас видеть. Здравствуйте, Александра! Я также хочу представить вам нашего сурдопереводчика Нелю Прянечникову. Пишите и звоните к нам по телефону горячей линии в прямой эфир. Задавайте ваши вопросы отцу Андрею. Мы их очень ждем. А также помните, что вы всегда можете записать заранее и прислать к нам свой видео-вопрос на номер ватсап. Он довольно простой. 8495-626-8183. Батюшка, часть вопросов уже есть. Давайте начнем. Прекрасно. Давайте. И первый от Натальи. Здравствуйте! Сколько раз можно собороваться? Такой сложный вопрос. На самом деле, изначально таинство соборования было поручено Господом, чтобы совершали его апостолы над больными, недужными людьми. И оно должно совершаться, когда человек болеет. Впоследствии к этому идее молитвы об исцелении человека присоединилась идея молитвы также о прощении его грехов, в том числе забытых. И в конечном итоге это священное действие, таинство, которое от Христа, от апостолов идет, было оформлено в виде такого большого многообразного чина соборования. Сегодня у нас традиционно соборуются не только больные люди, физически недугающие. Мы говорим о том, что мы все духовно в чем-то немощны или психологически, или еще как-нибудь. Если человек здрав, то я думаю собороваться ему либо раз в год великим постом, ну либо, может быть, еще какие-то большие посты выбирать для этого, но не реже. Если же человек захворал и болеет, то здесь ничего постыдного нет, позвать священника домой и пособоровать его по факту болезни. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Анастасии. Можно ли православному христианину заниматься восточными танцами? Что скажет? Восточные танцы довольно откровенные. Хотя сегодня очень много других танцев и невосточных, но тоже очень откровенных. И в этом смысле, ну, я бы не стал. И, наверное, своих деток, наверное, тоже бы не стал направлять на это. Иногда оказывается так, что лучше человеку заниматься восточными танцами, чем сидеть бездельничать дома. Но если есть возможность выбрать, заниматься чем-то другим, ну, я бы советовал балет, например. Вот студия балета или спортивного балета или классического, вот это было бы гораздо лучше, чем любые восточные танцы. Следующий вопрос от Анжелики. Почему? Понятно, зачем людям нужен Бог, мы все хотим спастись. А вот зачем Богу нужны люди? Вот такой вопрос. Богу? Зачем нужны люди? Бог не нуждается ни в чем. Нужды и какой-то вот необходимости и каких-то наших делах, словах, поступках, действиях Бог не испытывает. Но я бы по-другому поставил вопрос, почему и для чего Бог создал человека? Почему по своей любви и по своей благости, желая поделиться с кем-то еще тем бесконечным блаженством, которое в Боге пребывает по естеству? И цель, таким образом, нашей жизни, для чего Бог нас создал? Для того, чтобы мы вкусили этого богоподобного блаженства. А если попросту сказать, по-человечье, для того, чтобы мы были счастливы. Счастливы только по-настоящему, не временно, не перманентно, а вот не на момент, а вечно. Так, как счастлив Бог. И это счастье пребывает в Боге. То есть, вот, цель жизни человека, это уподобиться Богу, в том числе, в счастье и в блаженстве. Я правильно понимаю, батюшка, что самое главное, что нужно понимать о Боге, это, что Бог равно безусловная любовь к нам. И как раз из такой безусловной любви Господь любит каждого человека на этой земле, и мы все ему нужны. Я бы не стал говорить о том, что самое главное, потому что, на самом деле, в этом вопросе все главное и очень много разных мыслей. Но в том числе и это однозначно, безусловная любовь без условий, подчеркнем, да, это слово действительно, что Бог не требует от нас каких-то параметров для того, чтобы нас любить. Но при этом любовь Божия дается всем без различия, но по-разному человек воспринимает эту любовь. Как у древних пример святых, когда одно и то же солнце светит на грязь или на воск, грязь грубее, черствеет, а воск мягче становится и податливее. Вот душа праведника, испытывая любовь к Божию, становится счастливой. И он идет к Богу и радуется. А душа человека, совершающего грех, под действием той же самой любви, на самом деле, становится скорбящей, грустной и ужасающейся. Спасибо за такое подробное разъяснение. А у нас есть теперь телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня звать Галина. Здравствуйте, ведущая и здравствуйте, батюшка. Я хочу батюшке задать вопрос. Слушаем вас. Можно, да? Конечно. Скажите, пожалуйста, у меня умерла дочка 27 октября. И я ее ни разу не видела во сне. Вот уже пятый месяц. Это хорошо или плохо? Батюшка, что ты скажешь? Это так, как есть. Я бы не стал это оценивать, как хорошо или плохо. Я думаю, что хорошо в этом то, что иногда бывают эти сны, сильно тревожат людей. И люди начинают смущаться. Причем почем зря. Ведь эти сны не могут дать точного откровения о том, в каком состоянии находится душа усопшего человека. И вот человек видит во сне, то плохо ему, то хорошо ему, то мучается он. И вот душа мечется у живого родственника. Поэтому лучше бы таких снов вообще не было. И вот как у вас сейчас нет снов, я думаю, что меньше от того вы свою доченьку не стали любить. И это не значит, что вы как-то к ней относитесь небрежно. Я думаю, что главное здесь это молиться за усопшего человека. И делать добрые дела. И вот поминать добрыми делами, молитвой этого человека, а не с нами. Конечно. Примите, пожалуйста, наши соболезнования искренние. Следующий вопрос от Анжелики. Добрый вечер. Хотелось бы узнать, является ли грехом, если замужняя женщина общается с женатым мужчиной, но они влюблены друг в друга. Но у них нет никакой близости, кроме общения. Вы знаете, я считаю, что это грех. Конечно. Однозначно. Почему? Потому что Господь нам говорит о том, что и живожделеет, тот уже совершает любодеяние в сердце своем. И очевидно, если два человека друг друга любят, и они друг с другом общаются, даже если ничего, кроме общения, нет, то тем не менее речь идет о, в общем-то, таких вполне понятных мыслях и чувствах, которые являются уже греховными. Ну, кроме того, вот у святого Иоанна Златоуста, в произведении «Кажется целомудрие» она называется, говорится о том, что вот когда люди напитываются вот такой вот любовью на стороне, где-то даже вот через очи, через слова и мысли, только лишь. Тем не менее, потом домой-то мужчина и женщина приносят не себя всего целого, уже не целомудренного, а уже расколотого и отчасти лишь находящегося в семье, отчасти оставшегося там на стороне. И в этом смысле я считаю, что если такое чувство любви вдруг появилось, то его необходимо, ну, душить, простите, потому что это дьявольское чувство. Если это чувство возникло между женатыми в других семьях людьми, то это дьявольское чувство. Это чувство, которое является убийцей. Убийцей двух семей. И поступать с этим убийцей нужно понятным образом. Его необходимо отдалить от всех тех, кого он может погубить. Да, тем более в этом письме вот что интересно и говорится, что они влюблены друг в друга. То есть это не взаимная симпатия, а уже целая влюбленность, которая выросла, я так понимаю, на протяжении какого-то долгого времени. И если люди по-прежнему остаются в своих семьях, то есть их все устраивает, они просто хотят продолжать вот такое вот общение довольно своеобразное. Совершенно несопоставимая с православным учением о семье ситуация однозначно, потому что целомудрие предполагает вот целостность и пребывание этого целого в одной единой семье. Спасибо, батюшка, за ответ. Следующий вопрос от Максима. Здравствуйте. Никогда не молился акафистами и канонами, за исключением подготовки к причастию, но очень полюбил псалтирь. Нормально ли для христианина молиться по псалтире и не обращаться к канонам и акафистам? Раб Божий Максим. В каком-то смысле это даже наиболее нормально и наиболее правильно, чем наоборот. У нас сейчас в современной православной культуре более принято молиться акафистами. Хотя это более упрощенная форма молитвы и более современная однозначно. В Греции, всем известно, нет акафистов ни одного, кроме единого акафиста Божьей Матери, который читается в субботу акафиста в конце Великого Поста. Каноны более древние и более глубокая зачастую форма молитвы, которая в церкви до сих пор существует. Очень редко люди молятся канонами, к сожалению. Вот пост начнется, нельзя вроде как читать акафисты, традиция такая говорит, не читайте акафисты, ради более ценной духовной пищи, ради чтения канонов и ради чтения псалтири. А псалтирь издревле считалось самым благородным видом молитвы, самым достойным, самым древним. Этим видом молитвы молились и древние пророки, и апостолы, и первые христиане. И большинство, большая часть богослужения православной церкви составлена именно из псалмов Давида и, так сказать, его последователей. Спасибо за ответ, батюшка. Мы сейчас прервемся на короткую паузу. У вас есть несколько минут, чтобы подготовить ваши вопросы для отца Андрея. Субтитры подогнал «Симон» Порсуна. Портрет в технике иконы. Человек – это луч. Начало есть и нет конца. Разговор о вере. Он важен? Владимир Легойда. О самом личном. Я не верю ни одному своему слову. Видеть людей – это что? Это любить людей? А ведь есть любовь Бога. Вот самое ужасное, если Он перестанет любить тех, кого созданы. О самом главном. Приходилось когда-нибудь кого-нибудь вот так тяжело, мучительно прощать. Ведь нет ничего важнее на этой земле, чем спасение. По субботам в 10 вечера на Спасе. Вот уж чего я, вот уж какого я ответа не ожидал. Уютное утро. Теплое в любую погоду. Утро, которое начинает твой лучший и самый главный день, наполняя его молитвой, верой и смыслом. Проведи драгоценные утренние часы с пользой. Утро на Спасе. По будням с 7 до 11. С Богом в новый день. 12 веков назад игумен монастыря на Синайской горе святой Иоанн Лествичник написал эту инструкцию восхождения на небо. Протеерей Игорь Фомин и Борис Корчевников в проекте «Лествица» нырнули следом за святым Иоанном в глубины знания о человеке. О том, как устроена его душа, психология, его природа, как идет борьба с грехом и как одерживается победа в этой невидимой постоянной брани. Книга по проекту «Лествица» делает этот непростой древний труд доступным и близким. 30 глав книги – это 30 ступеней восхождения в небо. Всего 30 ступеней на то, чтобы стать человеком. Наши дети, наши внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то жили, которую мы не ценили, не понимали. Всю эту мощь. Сложность. Богатство. Счастье. Это программа «Русский мир». Не про политику, а про каждого из нас. «Русский мир». По субботам. 18 часов. На Спасе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Программа «Прямая линия. Ответ священника» продолжается. Напомню, что мы с отцом Андреем очень ждем ваши звонки к нам в прямой эфир. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы, присылайте видео, сообщения. А также помните, что прямая трансляция нашей программы идет сразу на нескольких удобных спасовских платформах. В Рутубе, Одноклассниках и, как вы уже догадались, ВКонтакте. Вот тот самый пост во ВКонтакте, под которым вы также можете написать свой вопрос. И, батюшка, здесь записан главный вопрос нашей программы, а именно почему нельзя верить гороскопам. Ох, ну, во-первых, потому что это глупость и ложь. Это просто вот, в первую очередь. Во-вторую очередь, потому что это языческое суеверие и в определенном смысле поклонение языческим богам. В-третьих, потому что это просто вредно для человека. Начну последовательно. Почему это глупость и ложь? Один из важнейших постулатов астрологии заключается в том, что жизнь человека каким-то образом определяется расположением звезд в момент его рождения. Но в этом случае у людей, которые родились в один и тот же момент, а таких очень много в мире на самом деле, должно быть абсолютно одинаковая судьба. Что абсолютно неправдоподобно и, наоборот, может быть доказано и показано, что это люди совершенно разной жизни, разной судьбы, разного характера, разного темперамента. Поэтому все эти россказни про то, что вот если вы лев или вы рыба, то вы ручите или молчите, то это совершенно чушь. Это, во-первых. Это просто неправда. Во-вторых, в древности фактически это был религиозный культ, совеизм, где люди поклонялись планетам, звездам, считали, что расположение этих звезд как могучих небесных богов как-то влияет на состояние и судьбу человека. И в этой связи, соответственно, вот и рассчитывали все эти фазы и состояние звездного неба. Но, коль скоро сегодня мы живем уже в другой реальности, то мы понимаем, что эти звезды и планеты это совсем не боги и отнюдь не божества. И эти созвездия, которые нам на небе показывают, рыбы, они между собой никак не связаны. Это звезды, которые на огромном расстоянии друг от друга находятся. И в этом смысле это вот действительно просто ложь. А насчет того, почему это вредно, тоже я все-таки скажу. Давайте. Потому что человек начинает надеяться, начинает уповать на пустоту. Он строит в себе будущее и пытается в этой программе жить. Строит в себе клетку сам и в эту клетку попадается и мучается в ней. Вот сегодня мне кирпич на голову упадет. Сегодня нельзя квартиру покупать, а завтра нельзя с начальником разговаривать. А послезавтра вообще молчи, как рыба облета, ни с кем не разговаривай вовсе. Ну вот человек ходит и каждый день мучается. То то нельзя, то это нельзя. Спасибо за ответ, батюшка. Следующий вопрос из ВКонтакте от Олега. Добрый вечер. Сменил приход после затяжной болезни духовника, хотя там служит и другой батюшка. За окормление и принятие таинств хожу теперь в другой храм. Не является ли это грехом? Первого духовного отца ежедневно, напоминаю, на келейной молитве и в другом храме. Спасибо. Что скажете? Ну, во-первых, я все-таки поддерживаю ту традицию духовничества, которая предписывает здесь следующий порядок действий. Если у человека есть духовник, и он ходит, исповедуется у какого-то конкретного батюшки и желает по той или иной причине перейти в другой храм, в другому духовнику и так далее, то мне кажется, что уместным было бы подойти к этому своему первому духовнику, объяснить ситуацию, сказать, батюшка, благословите и искать другого духовника. Потому что вот я переехал, или там болезнь, или еще что-то, обстоятельства поменялись. И, заручившись благословением своего прежнего духовника, пойти, присмотреться, подумать и выбрать так или иначе нового духовника себе, у кого вы будете исповедоваться. После этого прийти к батюшке и сказать, батюшка, вот я выбрал такой-то священник в таком-то храме, хочу к нему исповедоваться, благословите. И с благословением пойти и начать исповедоваться у того священника. То есть такие здоровые, нормальные, человеческие, прежде всего, отношения. Конечно, это же если твой папа, ну, духовник, духовный отец, если он же хочет тебе добра, и ты хочешь, чтобы ему тоже было приятно. Вот бывают случаи, у меня тоже, я еще молоденький совсем, и не могу похвастаться, что у меня там духовные чадо, но бывают люди, которые вот часто исповедуются, и все равно как-то к сердцу прикипают, и ты начинаешь как-то думать уже, молиться об этом человеке. И тут вдруг раз человек пропал. Не звонит, не пишет, не приходит. Вот, и вот думаешь, надо же, вот, я там задерживался по вечерам, исповедовал. Понятно, священнический долг, но как-то вот сердце вкладывал. А тут раз вот так бессердечно с тобой поступили. Неприятно. Вот, а с другой стороны, все-таки с благословения-то и духовника легче найти. Спасибо за ответ, батюшка. У нас есть еще один звонок сегодня. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А вопрос, батюшки, такой. В интернете есть компьютерная реставрация облика Иисуса Христа на плащаницах. По сути дела, у нас есть изображение земной жизни Иисуса Христа. Ну и многие все это видели вот так вот. Так вот, являйтесь, компьютерная реставрация облика Иисуса Христа иконы. И можно ли, допустим, в соответствующую рамку поместить и осветить? Были ли это иконы, которые можно надеяться? Вот такой вопрос, батюшка. Вы знаете, все-таки я бы, наверное, не стал так поступать. И связано это со следующим обстоятельством. Все же у нас в церкви есть канон, так называемая каноническая иконопись. И в этой канонической иконописи присутствует определенная традиция, традиционность. И эта традиционность, она восходит очень к древним временам и так далее. И я думаю, что эту традиционность, эту каноничность необходимо нам чтить. С другой стороны, вот я знаю блестящую в свое время гипотезу высказывал один иерарх нашей церкви. Он, рассуждая о Туринской плащанице, высказывал предположение, что это и был тот самый нерукотворный образ спасителя на убрусе, который хранился сначала в Эдессе, а был туда перенесен из Иерусалима после воскресения спасителя. Потом в свое время был забран оттуда константинопольскими посланниками, войсками и перенесен в Константинополь. А впоследствии из Константинополя был выкраден крестоносцами и оказался таким образом в Европе, а потом и в Турине. В общем-то, достаточно складная гипотеза. Ну, как многие исторические гипотезы, думаю, что желало бы большего количества исторических доказательств. Но, тем не менее, в этом смысле, как раз вот это вот, в рамках этой гипотезы, владыка говорил, что все иконографические образы, которые вот у нас сегодня мы имеем, они претерпели существенную перемену в момент принесения вот этого нерукотворного образа спаса на убрусе из Эдессы в Константинополь. После этого все иконы пишутся с этого образа. До того Господа Иисуса Христа изображают часто в виде безбородого орфея, а после традиционно изображают так, как его мы видим сегодня. И в этом смысле вот сходство, по сути, и образ натуринской плащаницы, и образы иконографического, канонического, оно, в общем-то, достаточно явное. Но, несмотря на это, я бы все-таки пользовался традиционными каноническими изображениями, освящая их и молясь перед ними самому Господу Иисусу Христу. А вот эти вот лазерные, трехмерные или еще какие-то фигуры, я бы, наверное, использовал в качестве просто картинок и украшения дома. Спасибо, батюшка, за такой развернутый ответ. Следующий вопрос из ВКонтакте от Юлии. Здравствуйте, уважаемая батюшка и ведущая. Скажите, пожалуйста, правда ли, что если женщина ходит в брюках, это грех? И неважно, в храме это или в ней его женщина всегда должна быть в платье или юбке, утверждает Юлия. Давайте, батюшка, об этом порассуждаем. Ну, в платье, вот, мне кажется, женщина все равно лучше выглядит. Это красиво, это нарядно. Более красиво, более нарядно. Но бывают случаи, когда красота и нарядность, ну, вот, в лесу, например, за грибами. Неуместны просто. На грядке, вот, пропалывая ее там, ну, или еще в каких-то таких моментах, ну, является тягостной. Тягостной. Ну, с ребенком даже на площадке, зачастую тягостной. Я думаю, что в таких вот особых моментах, в общем-то, уместно женщине носить женские брюки, женского покроя, женского вида. В общем-то, то, когда они, просто, ведь мы же должны отталкиваться не от своих собственных суждений, а должны основываться на священном писании, когда какие-то вот мнения высказываем. В этом отношении у нас есть высказание апостола Павла, которое фактически говорит прежде всего о ношении мужской одежды. Не конкретного вида одежды, а одежде, которая специально разработана и сделана для мужчин. Когда женщина это одевает, это странно. Когда женщина берет и одевает мужские брюки, мужской пиджак, мужскую рубашку, ну, это будет нелепо выглядеть, как минимум. Так вот, если это брючки женские и пиджачок женский, ну, смотрится вполне прилично в иной раз. Я согласна с вами. Вы знаете, вот как вы считаете? Я иногда об этом думаю, что люди очень часто называют и так осуждают, называя грехом, вещи, которые, казалось бы, довольно безобидные. Когда человек надел, например, женского вида брюки в том месте, где это уместно смотрится, но при этом не думает о том, что обличая кого-то во грехе в таком, казалось бы, безобидном деле, сам испытывает грех осуждения при этом, что гораздо страшнее. Ну, взвешивать чужие грехи тоже бы не стал. Но я хочу сказать, что осуждение является следствием недостатка любви. И всегда советую всем, если кто-то поведается в осуждении, советую молиться прежде всего за того, кого хочется осуждать. Ведь это же тоже искушение. Вот ты видишь, человек там не так сел, не так одел, не так ходит, не так говорит, и ты чувствуешь, что вот плохо. Так раз плохо, так помолись за него. Ему же потом на страшном суде. Если это грех, ты считаешь, помолись, чтобы Господь простил его, помог ему, наставил, спас. Ведь если это грех, то потом на страшном суде отвечает за это придется. Помолись за него. Спасибо, Бочечка, за ответ. Давайте любить, уважать, так, почитать ближних своих. И сейчас мы прервемся, правда, на короткую паузу, но сразу после которой продолжим отвечать на ваши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уютное утро. Теплое в любую погоду. Утро, которое начинает твой лучший и самый главный день, наполняя его молитвой, верой и смыслом. Проведи драгоценные утренние часы с пользой. Утро на Спасе по будням с 7 до 11. С Богом в новый день. Субтитры подогнал «Семкин Корректор А.Егорова Алло? Есть ли в православии такое понятие, как судьба? Ты не одинок. На любой твой вопрос есть ответ. Может ли некрещеный находиться в храме во время службы? Что вы сделали такое? Вы согрешили. Как вы считаете, есть ли жизнь после смерти? Я даже не понимаю, о чем он говорит. Это что за кино? Что за концерты? Как правильно себя вести? Каким святым молиться? Объясним сейчас вообще очень коротко. Сегодня 8 вечера. Прямая линия. Ответ священника. Чудесно! Субтитры подогнал «Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитры подогнал «Семкин Корректор А.Егорова» 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 Программа «Прямая линия ответ священника» Напомню, что каждый будний день мы на связи в прямом эфире, чтобы вы смогли дозвониться к нам в прямой эфир и задать свой вопрос священнику. Воспользуйтесь такой уникальной возможностью, пожалуйста. Ну а я продолжу сейчас читать вопросы, которые написаны под этим постом во Вконтакте. И вопрос здесь я видела от Виталия, он очень просит ответить на него. Скажите, пожалуйста, зачем кто и когда придумал иконы? Ведь Бог говорит, не создавай себе кумира и ничего подобного. Что скажете? Ну, во-первых, это, кстати, довольно интересный факт. Есть ли в Библии икона Бога, упоминание иконы Бога? И вот, как Виталий говорит, вроде бы нет, а на самом деле есть. И эта фраза, икон туфю, присутствует в Ветхом Завете восемь раз. Восемь раз употребляется указание на некую икону Бога, которая есть, которую создал сам Бог. Этой иконой Бога являлся Адам до грехопадения. После грехопадения данное слово более не употребляется в положительной коннотации в Ветхом Завете, а только в отрицательном смысле, обращенное к тем статуям и образам, которые создавали язычники, вот, вопреки повелению Бога. Тем не менее, когда на землю приходит сам Господь Иисус Христос, сам являет свой образ здесь на земле, то с этого момента церковь начинает изображать Бога через изображение земного лика Господа Иисуса Христа. При этом церковь канонически запрещает создавать молельные изображения Бога Отца или молельные изображения Духа Святаго, потому что его никто не видел и телесным очам не представало Божество Отца и Духа Святаго. Поэтому мы изображаем иконы в только лишь образе Господа Иисуса Христа, что является действительным изображением Бога, как это и было вот до грехопадения Адама, который был безгрешен тогда еще, именовался иконой Бога. И теперь Господь Иисус Христос, который явился также безгрешным абсолютно, очевидно является образом Отца и идеальным образом Бога, потому что Он Сам есть Бог. И вот именно с этого момента в церкви появляются иконы и изображения. Надо также обратить внимание на заповедь, которую Господь дал при Моисее, кумира, идола. Все это говорится о тех образах и статуях, которые препятствуют человеку молиться Богу, которые становятся как бы препятствием для человека на пути познания Бога. Естественно, что лик Господа Иисуса Христа, самого Бога, не является идолом, отвлекающим от Бога, а наоборот, направляющим к Богу. Кроме того, надо понимать, что в православии икона не является предметом поклонения сама по себе. Икона в некотором смысле является инструментом молитвы, даже не только, наверное, инструментом молитвы. Во-первых, икона – это носитель информации, которая передает нам знания и учения церкви о божественности Иисуса Христа и о его воплощении, о том, что Христос воплотился и что он в этом мире жил и проповедовал. Сам Бог – это информационная функция иконы. Вторая – это, как я говорю, уже инструмент молитвы. То есть перед иконой мы молимся первообразовому Творцу Богу. И это является таким способом собрать внимание. И я бы отметил, если так внимательно присмотреться к нашему отношению к иконам и к нашему отношению православной церкви, к святыне, икона является таким таинственным материальным носителем благодати действия Святого Духа. Мы действительно верим и чувствуем, что этот предмет, освящаемый Богом, благодатью Святого Духа, имеет на себе какое-то особое действие, особую печать самого Творца. Вот такое отношение православной церкви к иконам, оно ничего общего не имеет с идолопоклонством и, еще раз повторю, имеет свое определенное основание, так или иначе, в священном писании Нового Завета и в том числе Ветхого Завета. Спасибо за такой подробный ответ, батюшка Виталий. Я надеюсь, что мы на ваш вопрос полностью ответили. А у нас сейчас есть новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да-да-да, говорите, пожалуйста. Меня зовут Ольга. Я бы хотела спросить у вас. Я начала читать сейчас о кафе, в пресеке Богородицы, ради чудотворного образа святого царица. Но сейчас наступает Великий пост, и я как-то сомневаюсь, ну, можно ли во время Великого поста читать о кафе? Вопрос понятен. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Мы об этом вроде бы коснулись, этой темы, но давайте, наверное, еще раз уточним. Запрета молиться Великим постом нету. И если человеку хочется молиться, так или иначе, ну, пускай, конечно же, он лучше молится. Но, тем не менее, есть традиция определенная, которая говорит о том, что во время Великого поста акафисты не читаются. Эта традиция связана с тем, что в конце Великого поста совершается особая служба акафиста, которая является единственным и самым прекрасным украшением Великого поста от числа акафистов. И именно поэтому, собственно, он не читается. Если вы хотите молиться перед образом иконы Божьей Матери Всецарицы, Престой Богородицы молиться, то я бы советовал вам взять канон как раз со службы этой иконе и именно этот канон начать читать во время Великого поста. А там уже после Пасхи приступить обратно к чтению акафиста, если захотите, потому что канон всегда более яркий, более глубокий, более интересный, иногда более короткий, при этом с сохранением такого глубокого молитвенного духа. Спасибо, батюшка. Вопрос следующий. Есть телеграмма. Напомню, что у нас имеется чат-бот там. Найти его просто в поисковой строчке. Вбивайте название нашей программы. Ответ священника. Вопрос такой от Елены. Сожительство – это блуд. Гражданский брак – тоже блуд. Причастие только после венчания. И все это вопросы. Тут какая-то подмена понятий. Дело в том, что сожительство – это и называют гражданский брак сожительством. Это одно и то же, по сути. Потому что самого термина «гражданский брак» не существует. Ну, тоже очень интересная тема, очень интересный вопрос. Позволю себе, может быть, ответить даже не только на этот, а более как-то широко. Довольте, больше. Вы знаете, долго думал. Часто задают тоже этот вопрос. И часто приходится про это как-то говорить. Вот, насколько я понимаю, феномен брака – это… Брак – это публичный и благословенный союз мужчины и женщины. Публичный – значит, известный вот какому-то сообществу. Либо просто роду, племени, семье, либо какому-то более широкому кругу людей, или государству всему. И в этом смысле всегда, вот если мы присмотримся, во все времена вот эти два момента, они были, на мой взгляд, неотъемлемыми основами того, что мы можем назвать понятием брака. Приходили к родителям, родители благоставляли, всем говорили – это муж и жена. После этого вы должны знать, что вот нельзя свататься за эту девушку, нельзя этому мужу искать другой жены. Почему? Потому что все знают уже, что это муж и жена. Кроме того, родители преподавали благословения, или епископ, священник, или еще как-то. И вот эти два компонента. И в древности, на самом деле, в русской православной церкви, как и сейчас в других православных церквях, эти два компонента были соединены в едином таинстве венчания. Когда люди приходили, их регистрировали, информацию передавали в государство, и после этого совершали венчание. Таким образом, церковь имела в себе функции ЗАГСа. Так сейчас в других православных церквях, в Греции, в Болгарии, там, когда человек приходит венчаться, то информацию об этом передают в государство, и фактически они также получают регистрацию своего брака вместе с венчанием. А те, кто не хотят венчаться, потому что они неверующие, вот они уже идут только в ЗАГС, без церкви, то есть такую вот нерелигиозную организацию. Да, но надо сказать, что православная церковь полностью признает брак, который зарегистрирован в ЗАГСе. Тут надо вот как раз этот аспект проговорить, потому что, возможно, тоже с этим есть некое преткновение. У нас в Русской Православной Церкви получилось в связи с годами советского лихолетия жесткое разделение между двумя этими аспектами брака. Публичность – это только в государстве в ЗАГСе, а благословение – это только в церкви. Еще раз повторю, в других церквях такого разделения нет. И даже более того, если человек, например, идет и только регистрируется в государстве, такая возможность есть, это значит, что он неверующий человек. Это значит, что это атеисты, скорее всего. Вот они не венчались, но расписались. Поэтому, когда наши паломники приезжают за границу и говорят, мы расписанные, но не венчанные, им говорят, вы живете в блуде. Вы в незаконном браке находитесь. Почему? Потому что в их ментальности это значит, что это люди неверующие, которые вместе соединились, не желая получить благословение Церкви. В нашей русской традиции, в связи, опять же, повторю, с советскими годами, это совершенно иначе. У нас брак, зарегистрированный в государстве, не означает, что эти люди пренебрегают Церковью. Пусть для них это будет первая ступень, и после этого они повенчаются. И поэтому у нас в русской православной церкви такая традиция, что если брак расписанный, значит, это законный брак, Церковь признает его. Но призывает людей, всех верующих людей, обязательно еще и венчаться для того, чтобы получить второй важнейший компонент брака, это благословение Церкви. И вот иногда также спрашивают, почему сначала расписывают, а потом венчают. В этом смысле росписи и венчания подобны вхождению нового человека в Церковь. Когда ребенок крестится, он сначала рождается, а потом крестится, наоборот, не получается. Также и брак, он сначала должен родиться как семья, как социальный организм, а после этого получить благословение Церкви и освящение в храме. Спасибо, батюшка, за такой подробный ответ. Ну а мы сейчас прервемся на короткую паузу. Не переключайтесь, но готовьте, пожалуйста, ваши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Порсуна. Портрет в технике иконы. Человек – это луч. Начало есть и нет конца. Разговор о вере. Он важен? Владимир Легойда. О самом личном. Я не верю ни одному своему слуну. Видеть людей – это что? Это любить людей? А ведь есть любовь Бога. Вот самое ужасное, если он перестанет любить тех, кого созданы. О самом главном. Приходилось когда-нибудь, кого-нибудь вот так тяжело, мучительно прощать. Ведь нет ничего важнее на этой земле, чем спасение. По субботам в 10 вечера на Спасе. Вот уж какого я от ее не ожидал. Уютное утро. Теплое в любую погоду. Утро, которое начинает твой лучший и самый главный день, наполняя его молитвой, верой и смыслом. Проведи драгоценные утренние часы с пользой. Утро на Спасе. По будням с 7 до 11. С Богом в новый день. 12 веков назад игумен монастыря на Синайской горе святой Иоанн Лествичник написал эту инструкцию восхождения на небо. Протеерей Игорь Фомин и Борис Корчевников в проекте «Лествица» нырнули следом за святым Иоанном в глубины знания о человеке. О том, как устроена его душа, психология, его природа, как идет борьба с грехом и как одерживается победа в этой невидимой постоянной брани. Книга по проекту «Лествица» делает этот непростой древний труд доступным и близким. Тридцать глав книги – это тридцать ступеней восхождения в небо. Всего тридцать ступеней на то, чтобы стать человеком. Наши дети, наши внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то жили, которую мы не ценили, не понимали. Всю эту мощь, сложность, богатство, счастье. Это программа «Русский мир». Не про политику, а про каждого из нас. «Русский мир». По субботам. 18 часов. На Спасе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Программа «Прямая линия. Ответ священника» продолжается. Звоните к нам, пожалуйста, по телефону. Горячая линия, этот номер вы сейчас видите внизу экрана, к нам в прямой эфир. Задавайте вопросы батюшке, мы их очень-очень ждем. Но я продолжу зачитывать вопросы из ВКонтакте от Екатерины. Добрый вечер. Как правильно распланировать свой день православной работающей, очень загруженной бытовыми делами женщине, особенно в Великий пост? И в храм хочется и побольше помолиться. Какие молитвенные правила поставить в приоритет? Что скажете? Ну, тут надо понять, каков загруз, на самом деле, этой православной работающей женщины. И вообще, ну, это лучше, конечно, с духовником решать, чтобы иметь полную информацию. Но, в принципе, я бы посоветовал всем нашим телезрителям и пожелал бы даже молитвенно, чтобы Господь дал возможность каждому верующему православному христианину на первой седмице выкроить хотя бы этот денечек, два, может быть, даже больше для того, чтобы помолиться. Потому что такой молитвы, такой службы, как вот первую седмицу в храмах, ее в течение года никогда не бывает больше. Это совершенно особенное время во всех храмах. Покаянные каноны Андрея Критского. Не только покаянные каноны. Интересно, послушайте. Вот эти длинные, тягучие службы, когда ты стоишь и чувствуешь, что эта служба, она тянется как бесконечная вечность, как божественное бытие. Она сама по себе воспитывает душу какой-то вот этой непрестанной молитвы, вызывает ее. И это настолько важно, на мой взгляд, пережить, не просто говорить об этом, вот у нас великопостные службы. Это надо прожить, прочувствовать. А для этого нужно хотя бы один-два выходных на буднях. И дай Бог, чтобы вот у кого есть такая возможность вырваться, вырваться и на канон, и утром на службу, и вот как-то вот день такой провести в молитве. Если некоторые говеют, вот первую седмицу Великого Поста, это, наверное, правильно, но лучше бы это сопрягать вместе с молитвой. Не просто вот голодовку объявлять, а если человеку удалось молиться в этот день, то действительно построже попаститься. А если приходится работать напряженно в этот день, то уж сильно себя не морить голодом, конечно. И в этом смысле какой может быть распорядок? Что самое главное в период Великого Поста? Ну, вообще, чтение Псалтыри, наверное, да, вот ценно, важно было бы. А с другой стороны, если это совсем такая суета, ну, если в суете человек, то ему приходится питаться самой такой духовной пищей, то есть чтением Евангелия. Несмотря на то, что Великим Постом, в общем-то, на буднях мы Евангелие это и не читаем, откладываем ради такого покаянного воздержания и делания. Спасибо за ответ. А у нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, ведущая. Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Людмила, я из Краснодара. У меня такой вопрос. Первые люди были вот Адам и Ева. И так как Ева была из его ребра, то понятно, что они были одной расы. Откуда взялись люди потом вот других рас? Откуда взялись другие расы? Других рас. Ну, что такое раса? Раса – это внутривидовое некоторое отличие, характерное для определенной группы людей, живущих в том или ином месте. И в этом смысле это так называемая микроэволюция. Тоже вот нельзя путать эти два понятия. Есть понятие макроэволюции, а есть понятие микроэволюции. Микроэволюция – это внутривидовое изменение образа и того или иного представителя этого вида. Например, у нас вот были люди одинаковые. Потом кто-то стал жить более южно, у него более смуглая кожа в этом месте стала. Кто-то в другом месте, у них там какой-то желтенького цвета кожа, у кого-то совсем черного, а у кого-то белая кожа. И это некое приспособление к тем местам жизни, где проживают те или иные люди. Ну, если уж совсем грубо. У нас вот есть такая наука о селекции, где говорят о том, как из вот такого огурчика вырастить вот такой огурчик. Но ни одна селекция не поможет человеку из вот такого огурчика даже вот такую помидорку сделать. Вот из огурца сделать помидору – это макроэволюция. А из маленького огурца сделать большой огурец – это микроэволюция. И вот про макроэволюцию пока сведений я не слышал, чтобы был достигнут этот межвидовой переход. А насчет микроэволюции, вот этих небольших изменений – это вполне естественный процесс, связанный с приспособлением человека к тем или иным условиям внешним. И именно благодаря этому приспособлению появляются разные расы со временем, с течением жизни исторического процесса. А следующий вопрос, батюшка, у нас от Киры будет. Здравствуйте. А правда, что за один мат дают 70 лет жизни в аду? И как избавиться от привычки исповедовать, а, простите, использовать нецензурную лексику? Вот очень страшные вещи, вот нам Кира задает этот вопрос, откуда взялось такое поверье. И если вы где-то вот это поверье слышали, то запомните, что это крайне вредная идея, крайне вредное поверье. В католической церкви, вот в средние века, даже сегодня там есть вопросы, насколько католическая церковь сегодня так учит, но вот в средние века точно говорили про некую стисфакцию в аду за те или иные грехи. И действительно, они там расписывали длительность пребывания в чистилище за тот или иной проступок, даже исповеданный причем. Вот, и вот здесь попытка у нас в православной церкви ввести аналог некого чистилища, аналог сатисфакции, и что же, а потом, может, еще кто-нибудь индульгенции начнет продавать, что вот ты матернулся, 70 лет тебе в аду жить, а хочешь, я тебе скачу срок, договорюсь, чтобы не 70, а 35, например. Это лживый абсолютно посыл и абсолютная ложь. Вот именно от этого я просто хочу уберечь наших телезрителей, коль скоро это прозвучало у нас в эфире. Никаких 70 лет в аду за какой бы то ни было проступок вам не дадут. Человек грешит здесь на земле, живет, и, конечно же, он так или иначе будет судим Богом и получит вечное воздаяние. Либо вечное воздаяние праведности, либо вечное воздаяние мучений. И это вечное воздаяние и в том и в другом случае ни в коем случае не измеряется какими-то 70, 80 или столетними промежутками. Насчет матерной брани, это, конечно же, грех, и это нехорошая привычка, от которой нужно избавляться. Как избавляться? Ну, в каждом конкретном случае это разные способы. Часто матершина – это следствие дурной кампании. Значит, надо как-то с другими людьми общаться или по-другому. Ну, или попытаться хотя бы-то заменить слова, которыми привыкли, нехорошие, на какие-то более благозвучные. Или постараться хотя бы-то самому не быть источником такого неприличного, нецензурного лексикона в обществе, в котором вы находитесь. Спасибо, батюшка, за ответ. У нас не очень много времени осталось в прямом эфире, но хочется осветить еще один вопрос от Марины. Он довольно объемный. Добрый вечер, пишет она. Мой гражданский муж говорит, что больше не хочет со мной жить. Живем вместе пять лет. Я его извожу, поэтому решил от меня откупиться, говорит он. Это цитата. И намерен снять нам квартиру с дочкой. Дочь от него, чтобы дочь доучилась в школе до четвертого класса рядом с тем местом, где мы сейчас живем. Живем тоже в съемной квартире, из которой нас попросили съехать. И мы стали искать другую квартиру для нас троих. И тут такое. Я, конечно, в шоке от услышанного. Очень расстроена до слез и крика души. Как найти силы и не опустить руки? Как объяснить все правильно дочке? Обижаться, проклинать или простить? Спасибо за ответ. Давайте пытаемся вот коротко, но помочь Марине. Вы знаете, трудно ответить на такой вопрос коротко. Во-первых, судя по тому, что мы читаем в этом ответе, все-таки то, что Марина называет гражданским браком, никаким браком не является вовсе. Потому что гражданский брак, это тот брак, который зарегистрирован в ЗАГСе и о котором стоит печать в паспорте. Вот это вот и есть гражданский брак. Сожительство нельзя называть гражданским браком, потому что это подмена понятий. Сожительство как? Это вот два человека сошлись вместе. Хотят живут, хотят не живут. И вот у вас родился ребенок. И ребенок этот имеет право два фундаментальных. Первое – это право на жизнь. Второе – право на родителей. Потому что он родился в семье двух человек. И вот из-за того, что вы, к сожалению, позволили себе сойтись вот таким странным образом, не зарегистрировавшись, не повенчавшись, теперь крайним оказывается действительно ребенок. Два взрослых человека отвечают за себя и принимают решения в соответствии с своими какими-то целями и желаниями. И несут потом за это ответственность. Ребенок ни в чем не виноват. И что сказать здесь? Как-то пытаться наладить отношения, насколько это возможно. Если нет, то со временем строить новые отношения, но уже на законных основаниях расписанные, в идеале венчанные отношения, чтобы больше дети не страдали от этого. И мы вам этого желаем, чтобы ваши отношения все-таки строились на хорошем, таком здоровом фундаменте, который будет благословен Господом. Дай Бог, чтобы наладилось у нашей телезрительницы все в жизни, эти отношения тоже как-то сохранились. Ну, как Господь даст. Спасибо, батюшка, большое. Я напомню, что сразу после нашего эфира начнется документальный фильм, который сегодня называется «Дмитрий Донской. Спасти мир» и фильм о легендарной битве на Куликовом поле, которая состоялась 8 сентября 1380 года. Там будет говориться и об Иване Грозном, а также, конечно, о Дмитрии Донском. И, батюшка, в связи с такой темой у меня к вам вопрос. Расскажите о благословении, которое получил Дмитрий Донской от преподобного Сергия Радынишского, пожалуйста. Да, это очень важная в истории нашей страны, государственности, нашей России веха и очень важное событие. Вообще, Дмитрий Донской, конечно, это эпохальная фигура в истории нашего Отечества, с которой обязательно нужно быть знакомым. И преподобный Сергий Радынишский здесь в деле Куликовской битвы сыграл очень значимую также роль. Известно, что преподобный Сергий, во-первых, он и вдохновлял во многом Дмитрия Донского на защиту веры и единства государства русского и благословлял Дмитрия Донского в момент, когда некое колебание и страх овладевали им. Сам преподобный Сергий дал в помощь Дмитрию Донскому двух монахов из своего монастыря Пересвета, Александра Пересвета и Аслябю. И они стали таким тоже ключом к победе в этой битве. Это очень важная и очень интересная история. Конечно, рекомендую нашим телезрителям тоже ее посмотреть и услышать. Посмотрите обязательно этот документальный фильм. А я напомню, что на ваши вопросы сегодня отвечал Ирей Андрей Лысевич. Также благодарим нашего сурдопереводчика Нелю Пряничникову. А мы с вами увидимся завтра ровно в 20.00 на телеканале «Спас». Храни вас Господь, дорогие! Редактор субтитров А.Семкин